Почти 654 миллиона тенге хотят потратить в Шымкенте на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек в ближайшие пять лет. По словам волонтеров, это не выход. Бездомных собак и кошек в городе меньше не становится. У зоозащитников возникает резонный вопрос. Нелогичнее ли эти деньги направить на кастрацию, серилизацию животных и поддержку приютов? Популяция не сокращается. Это уже на примере многих ученых, биологов, которые доказали, что чем больше истребление идет, тем больше рождаемость. Это на примере и мышей, эксперименты проводились, на примере обезьян, в Австралии кролики, кенгуру. Это уже настолько доказанный факт, что популяция меньше не становится. Даже если проследить историю человечества, тоже можно посмотреть, где истребляли какой-то народ, рождаемость повышалась. То есть это вообще не работает. Единственный работающий метод уменьшения именно бездомных – это стерилизация домашних животных, контроль породистых, заводчиков, кто вот именно разводит животных. И, естественно, уже стерилизация бездомных животных и отпуск в среду тех, которые не агрессивные. В Шемкенте планируют открыть питомник для бродячих животных. Под него уже выделили участок в один гектар в жилом массиве Акжар. Мы вот сейчас разрабатываем свои правила, местные правила по обращению, ответственному обращению с животными. Там вот, согласно новым правилам, там предусмотрен отлов, также и стерилизация, кастрация животных. Тем самым гуманным методом уменьшить популяцию, как разработают свои правила, у нас будут внесены бюджетные изменения. Этим животным повезло, они уже никогда не окажутся в числе бездомных. Брошенным питомцам помогают волонтеры. Сейчас на пожертвования неравнодушных в приюте содержат почти 100 собак. Мы платим аренду за территорию приюта, снимаем ее на протяжении всех этих лет. Так как своей земли пока у нас нет, но мы, конечно, мечтаем о ней. Все-таки надеемся на свои силы, на помощь людей, чтобы приобрести свое, чтобы это уже было законно, наше, полностью для приюта. Специалисты Управления сельского хозяйства и ветеринарии подсчитали. В Шамкенте больше 40 тысяч бездомных собак и кошек. Общественники настаивают на программе гуманного регулирования численности бродячих животных. Не звери же мы, в конце концов. Анастасия Новикова, Джабраил Касымов, Абзал Туребеков, информационная служба телекомпании «Утрар».